Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на обзор в РКП 381. Карта Undead 0.12 сделана Андреем. Человек наверняка был очень хороший. Много прямо и рекордов я в свое время у него видел, и карт он много сделал. В общем-то, человек-легенда, я бы сказал, Undead Андрей. Ну и давайте посмотрим. Собственно, нам дают хейст. Дают много хейста, дают много плазмы. Соответственно, нужно плазмить куда-то туда. Старт начинается здесь. Старт не дотянут. Ладно, может человек... Старт не... Ладно, ну... Возможно, я погорячился. Возможно, это была одна из первых его карт. Ничего страшного. В общем-то, пойдемте. И, значит, плазмим сюда. Очень прикольные текстурки везде. В целом, если это первая карта, ее сделал Андрей в 15 лет, то очень даже ничего. Очень даже красиво. Вот здесь поднимаемся наверх. Нам дают ракету. Но эту ракету, я так понимаю, брать абсолютно не обязательно. Потому что мы можем продолжать плазмить по обратной стене. Мы давайте воспользуемся ракетой. Здесь, значит, обычный перелет. Даблджамп. Даблджамп. В обратную сторону. Рамп наверху, конечно же, нету. Зачем они нужны? Кутришников никто не любит. И здесь у нас отбирают... Выбирают вообще все. И здесь у нас дают ракету. Отлично. Мы выходим. Здесь опять же лежит ракета с батлсьютом. Зачем? Наверное, за тем, что мы можем там где-то проиграть. А нет. А... И нет. И внизу ракета. На случай, если что. И выходи из стп. Ладно. Ничего страшного. И вот здесь я сразу хочу обратить внимание. У многих были вопросы. Можно ли делать этот оп с даблджампа здесь? Делать оп можно. По-моему, если даблджамп вот здесь, да, то делается оп вниз. Можно, потому что даблджамп, это всегда стабильно. Это даблджамп не на рампе. И вот это все. То есть, если даже вы нашли какой-то оп, который не запланирован маппером, а этот оп, скорее всего, запланирован, раз там лежит еще плазма по углам. И вы знаете, и вы можете определить, стабильный он или нет. И вы можете, если что, аргументировать и объяснить, почему он стабильный. И почему он делается каждый раз. Ну, на всякий случай. То есть, для себя, если вы уверены, то делайте оп и все. Не надо никого спрашивать. Понятно, что можно иногда влететь, что там демку забанить. Нет, рандомный оп. Но это всегда, если что, всякие вот эти случаи обсуждаются еще внутри, как бы, администрации, так сказать. И все эти моменты, как бы, просто так они никуда не утекают. То есть, если кого-то забанили за рандомный оп, мы обязательно все посмотрим демку. И все скажем свое мнение, что да как. Так, в общем-то, дают нам здесь ракету, да, дают здесь плазму. Давайте подниматься. Ага, я прошел, да? Да. Я прошел и выпал на старте. Ну, давайте как-нибудь побыстрее пройдем. ЦПМ, возможно, надо делать пуст. Я не помню, куда идти. Если без ракеты, то мы делаем вот так. Здесь, скорее всего, с даблджампом из телепорта вылетаем. Потому что так нам не хватает. Ножка. Оп, мы, естественно, не делаем. Не знаю, зачем я взял ракету. И здесь просто поднимаемся и вылетаем. Ну, такая, такая каратенечкая карта. По роутам тут, в принципе, как бы, ничего нет, кроме технических каких-то условностей. То есть, понятно, что нужно все... Так как это в основном плазма, ран. Нужно, конечно же, ставить хорошие углы. Здесь единственное вот ракеткой пострелять. Но это ты нет. Это, конечно, вообще ужас. И ЦПМ делается здесь оп. А в АКУ-3 здесь оп не делается. В АКУ-3, бедняжки, к сожалению, про АКУ-3 не подумали. Хотя, типа вот, не знаю. Да, если бы я, наверное, такую же карту сделал, я бы, наверное, не знаю... Например, пусть ЦПМ сюда даже, да, оп. А в АКУ-3, там, не знаю, в центр сделать здесь не такое, это, не такие как-то полутоннель, да, полуарку такую. А сделать нормальный квадрат с углами, чтобы в АКУ-3 сюда падали на ракету. Понятно, что это было бы медленнее, но если ты хочешь даблджамп сова... Или вообще сделать обычный даблджамп отсюда, например, со скальзыванием. Ну, короче, ладно. В общем-то, карта приятная. Давайте посмотрим. Ой. Давайте посмотрим, что там у нас. Что нам на присылали? АКУ-3 дэмочек немножко. Из Поляндии, 31.6, Миата. Карта очень техничная. Карта хорошая. Раньше люди делали, конечно, несмотря на то, что на старте триггер не дотянут в целом. Идея маппера, я думаю, реализована. На любой карте есть к чему пристать, так сказать. Рокет от джампада. Здесь немножко завтыкал, завтыкал. Ничего страшного. Ага. Ну, тут, возможно, случилось у человека недопонимание самим собой. Возможно. Так, Юниверсиум. Из Чехии. Интересная моделька. Ручки дрожат. Плюс хороший. Ну, видно, что человек, кстати, не очень опытный. Человек как бы новичок. Очень приятно. Чистенькая, хорошая дэмочка. Очень хорошая. О, Кузгу. Кузгу. Привет, Кузгу. Ох, 29 и сяби. Сук туфкур, давай. Сгук красавчик. Что там Кузлех тебе сказал? Играй давай, да? А то двойку поставлю. Дневник. Ну, хорошая плазма. Ракеты могли быть и получше. Здесь тоже немножко завтыкал, застрял. Ну да, в ИК-3 она, конечно, не очень удобная. 26,9 Рейвен. Играл в онлайне. Углы не очень хорошие. Углы, прямо скажем, кривенькие. Так, здесь вот не завтыкал, не застрял. Начинал плазмить после прыжка. То есть нужно плазмить одновременно с прыжком, чтобы подниматься быстрее. Особенно с хейстом это очень большая разница будет. А без хейста вы не заберетесь далеко таким способом. В общем, это надо... Надо прямо во время прыжка. Дробь, дробь. 24,2. Вот, дробь. Это, наверное, было как раз в то время, когда дробь мне написал, типа, что-то от дефкомпс упал. Так, первый человек, который проходит через рампу. Неплохие ракеты. Правда, вот эта вот секция стрейфа медленная. Надо было бота написать, дробь. Че ты, я уж забыл, что ты ботоводишь так-то. Хорошая, хорошая. Но, конечно, вот на стрейфе бы не завтыкал и перебил бы флана. Представляешь? Представляешь вот как? Скорее всего, даже 200 бы отжал, а может быть и радиокалу бы там перебил. Кто знает. Так, 24,1. Флан. У меня опять заложен нос. Потому что утро. Так, углы не очень чистенькие, но в целом за один клайм все прошел хорошо. Опять же, через рампу. Но я думаю, мы дальше и не увидим людей, которые пришли бы без рампы. Здесь тоже секция стрейфа достаточно медленная. Хорошо, хорошо. Так, радиокалу. Карта скучненькая, на самом деле. Чтобы играть, наверное, весело. Вот есть, типа, знаете, везде, наверное, такая тема есть. Есть игры, которые скучно играть, но классно смотреть, да? Пишите в комментариях, какие у вас есть примеры таких игр. Такие карты есть, которые весело играть, но скучно смотреть. Вот эту весело играть, но смотреть скучно. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Так, хэппи-23.6. Хорошие, хорошие пока что демки. Так, я забыл в тот раз на хэппи-игрышку зайти. Хорошая плазма, очень хорошо. Как-то с ракеты немножко не в ту сторону, мне кажется, полетел. У всех, основной завтык у всех именно вот на ракете, потому что там нужно как-то найти себе углы и отстреливаться так, чтобы было комфортно дальше стрейфить просто без всяких там остановок. Потому что в дефраге останавливаться это плохо. Я думаю, мы все это знаем. 23-4 пашка. Плазма могла бы типа лучше. Хороший вылет с одной ракетой. И все равно грязно прошел. Все равно не чисто получилось. Так. Так. Третье место, кстати. Пашка, поздравляю. Так. Антон Петрович. Я запомнил. Здравствуйте. Топ-2, между прочим. Поздравляю вас, Антон Петрович. Очень чистенько. Очень везде хорошо. А на вторую ракету походу и не хватит, да? Ну вот, вот эффект прыгал очень даже чисто. И с ракетой. А-а-а. А с ракетой прям быстрее, думаешь? Мне кажется, нет. Там же хейст. Была бы фига. Другой разговор. Ну, спорный. Спорный роут. Спорный. Роман, конечно, перебил на 2 секунды, но... Не знаю. С ракетой, наверное, не выкутри точно. Тем более углы надо кривее ставить. Не знаю, не знаю. Очень спорная ракета. Очень спорная. Ну, топ-2, поздравляю. Так, Роман, 18-9. Первое место. Поздравляем Романа. Роман, между прочим, кто не знал, не только хороший стрейфер, он еще и очень классно играет на пушках, как вы можете заметить. Вот, успел две ракеты скинуть. Прошу обратить внимание, давайте. Давайте разберем подробнее. Потому что никто что-то этого не делал. Возможно, вы все ничего не понимаете в этой игре. Сейчас я вам объясню. Так, объяснять за инпуты я не буду. Так. Смотрите. Первый ракет от джампада очень низкий. Очень низкий. Для чего? Для того, чтобы вы не вылетели за инит. Правильно? До второй ракеты. Вы вылетаете более диагонально и успеваете отстрелить второй ракет. И далее почему спиной? Потому что здесь, скорее всего, так не видно. Но я подозреваю, что это не просто типа стайл-пойнт и что там Роман выебывается и еще что-то. я думаю, что нет, потому что особенно людям с низкой сенсой, у Романа наверняка достаточно низкая сенса, чтобы крутиться 360 туда-сюда, 180, и при этом еще продолжать стрейфить. Тут, скорее всего, нужно... Тут не хватает скорости, чтобы долететь до следующего прыжка, если ты не будешь стрейфить сразу. Вот он и то, и то с заступом даже залетел. То есть, если бы мы могли включить там со стороны как-нибудь 3D-камеру, да, посмотреть этот момент, он с заступом и то с заступом залетел. Поэтому он задом сразу стрейфит, чтобы после отстрела сразу стрейфить начать. Эти моменты нужно все видеть, особенно людям и здесь перелететь. Тут вот этот, мне кажется, у Романа вся карта... Ну, не у Романа, я думаю, у топ игроков в ИКУ-3 вся карта складывается вот в этом... в этой ракете, в этом моменте, в этой комнате вообще. То есть, если ты ничего не зацепил, все отлично, ты падаешь, идешь на рек, если до этого был у тебя плюс. Если зацепил, ну, сорян, типа, соси эту, так сказать. Сосай. Здесь очень техничный момент произошел, который, возможно, вы думали, что Роман просто выебывается. Ну, может, не все. И плазма в конце, почему по той стене? Потому что, типа, ты от рампы чуть-чуть быстрее отлетишь, если ты будешь отстреливаться от нее, как бы, у тебя скорости от рампы будет больше, чем ты просто в нее ударишься. Давайте еще раз посмотрим. очень классная демка. Ну, и плазма, естественно, великолепная. Очень низкий рокет, второй рокет. Да, чуть ли не заступом, еще потом надо пострейфить, попасть. И вот он даже гистуру нажал, я думаю, что не просто так. Очень классная демка. Надеюсь, ЦПМ нас также удивят, между прочим, тоже, и между прочим, варпач. Так, тот же Миата, ЦПМ, 264. А, теперь я понял. Он, скорее всего, играл первую в ИК-3. Это, по-моему, тот человек, который потерялся, где дают плазму внизу. А еще у него выключен автосвитч. Он думал, что здесь, да, выключен автосвитч. Он думал, что здесь он, типа, берет плазму и сразу в ИК-3 прыгает. Если я правильно, по-моему, пересматривать уж не будем. И, видимо, человек еще не совсем даже понимает разницу ЦПМ-ВК-3. Ну, ничего, научится, все узнает, ничего страшного. Все мы через это проходили, все мы были нубами, поэтому ничего плохого нету. Главное, желание расти, правильно? Правильно. 24, 4, фобос, фобос, так, надо обновить конфиг. Кстати говоря, всем напоминаю, фобос меня напомнил, я завел свой телеграм, если у вас есть желание, так сказать, быть чуть-чуть ближе, быть в курсе происходящего и всего такого. Стараюсь писать там что-то почаще, анонсирую там и обзоры, что вот обзор завтра, там обзор послезавтра еще что-то хорошее, хорошее прохождение, но иниш спорноватый, конечно. В общем-то, подписывайтесь на телегу, ссылка в описании, всем добро пожаловать, всем спасибо. Так, ганджа бой, Киров, а, и Кузлех, Кузлех, спасибо за поддержку, Кузлех, еще раз. Так, углы не очень, не очень хорошие, так, залетел без джампада, почему? Угол, угол, угол 66, это очень плохо, а еще переставал плазмить, я не знаю, возможно у человека мышка заедает, не дай бог, или еще что-то. Так, 21,8, Беларусь, Радиокала, Беларусь. Так, у Радиокала, между прочим, выстраивается очень хорошая техническая часть в плане именно базовых движений, это очень хорошо видно. Немножко повыше надо было рокет, не застревает. очень хорошо, очень хорошо. А что я говорил? А, Кузлех, Валканоид, привет, 29, Валканоид, Кузлех, спасибо за поддержку, спасибо, вот Кузлех, каждый обзор, после каждого обзора скидывает мне денежку, большое ему спасибо, я не знаю, смотрит он прям целиком обзоры или нет, но если ты смотришь прям целиком, дай мне знать, потому что иногда я могу, особенно с утра, я могу забыть свой план о том, что я хочу сказать на старте, ааа, ты свою демку по-любому смотришь, Кузлех, привет, спасибо за поддержку, Кузлех, ну действительно, приятно, и как-то, это, я не скажу, что полтинник, или там 200 рублей, да, 500 рублей, ну 500 рублей, конечно, уже много, я хочу сказать, что это не то, что это не мотивация, это просто чувство, что ты получаешь отдачу какую-то, что людям это нужно, что люди этого хотят, как бы и Кузлех это показывает своеобразно, да, кто-то может просто сказать словами, что, блядь, где обзоры, ахуй, хочу обзоры, а Кузлех вот просто, он ничего не говорит нигде, нигде комментарий, по-моему, не пишет, хотя где-то писал, просто скидывает полтинник, типа, так, это тебе на следующий, типа, обзор, но это в любом случае приятно, спасибо всем, ну всем, спасибо за поддержку, конечно же, и подписывайтесь в телегу, уже 37 подписчиков в телеге, очень много, больше, чем на стримах сидит, наверное, так, ладно, Кузлех 25, не душним, больше не душним, хорошие углы, были на подъеме, четыре ракеты здесь, даблджамп, соскальзывание, все правильно, по этой сне будет в рампу стрелять, пытался, пытался стрелять в рампу, Кузлех, красавчик вообще, нормально, очень хорошо, видно, видно, что Кузлех развивается, видно, это видно, вот посмотрите, обзор какой-нибудь там, год назад, там, Кузлеха найдите, посмотрите вот на этого Кузлеха, это просто два разных человека, понятно, что в дефраге нет быстрого развития, это нужно понимать, если, как, чем раньше ты поймешь, что в дефраге ты, завтра не проснешься, не начнешь ебошить, вот, чем раньше ты вот это поймешь, что такого нету, ну, в мало каких играх такое есть, наверное, да, но тут нету удачи, типа, какой-то, тут нету, не знаю, тут нету одного какого-то параметра, который нужно задрочить, и ты бог, чем раньше вы это поймете, тем проще вам будет развиваться, потому что вы просто должны чили здесь, вы должны наслаждаться процессом обучения, вы тут самообучаетесь в основном, на своих же ошибках, тут очень много анализа, много, типа, всяких мелочей, много роутинга, тут надо много думать, блядь, чтобы роут себе сделать, так, ладно, рейвен 22, я опять задушнил, с утра душные обзоры, но в другое время я не могу, ребят, если что, не знаю, у меня очень плотный график, вообще совсем, так, с джампадом, а, вот даблджамп, на верхний, значит, даблджамп, значит, на верхний даблджамп, интересно, да, верхний даблджамп, это, оп, будем знать, ну что, первый оп, рейвен, молодец, все классно, так, сейчас чихну, кипиш, 18, 8, 8, 8, где дракон, опять дракона нет, где динозавр, кипиш, вернее, динозавра, ну, ракета, такое, мне кажется, медленнее, с плазмой, быстрее должно быть, тоже с джампом, тоже с облом, ну и все, скорее всего, все следующие демки будут с облом, потому что, потому что, да, так, пилу, 18.4, вот этот прыжок, кстати, лишний, потому что, ты, когда ты, типа, ты лишнее время, перед тем, тебе надо плазмить наверх, правильно, что плазмить наверх, тебе нужно прыгнуть, с пола, а если у тебя есть какая-то задержка, между, твоим достижением стены, и достижением пола, то есть, ты это делаешь, не одновременно, или, типа, ну вы поняли, да, что, когда ты, если ты уже возле стены, и ты уже, в принципе, готов плазмить, но ты не можешь, потому что ты в воздухе, и тебе нужно приземлиться, это очень большой time waste, это очень много, это очень большая потеря времени, не нужно, вот это, если вы видите, понятно, что вот этот прыжок, он может быть, типа, может он здесь случайно получился, или еще что-то, но таких моментов очень много по дефрагу, и это нужно все отсекать, нужно думать, как-то поползмить лучше, может поползмить чуть-чуть повыше тогда, и так далее, и так далее, то есть, такие моменты, это все, Это все важно Тоже с деблджампом Еле зацепил, по-моему, еле-еле Чуть-чуть бы еще и зацепил Так, хэппи Сибири Так, хэппи Гришка Обязательно надо посмотреть хэппи Гришку Интересные ракеты Ой, ой-ой-ой-ой Ну тут медленно, конечно Идея прикольная, что человек Как бы нашел спейсинг и Так, хэппи Гришка, я себе открою Че там хэппи Гришка Делает Каечка Играет в Дефраг, между прочим Между прочим Играет в Архамент Верментай 2 Мое почтение Так, ладно, мы с этим разберемся Дальше, дальше, дальше Поехали Сити Хабиб Здравствуйте, Сити Как ты делаешь? Два англс Дальше 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 Да, хорошо Хорошо Я не знаю Просто, знаешь, попробуй Скорее Может быть Так, Каркиус Царкиус 17-1 Из Юсы Из США Хорошие Хорошие тоже углы Хорошая плазма Очень Очень быстро Отлетел От стены Ну, то есть Очень быстро достиг телепорта Давайте так Да, да Все быстро Так, антон Петрович 16-17 Осмонавт Там в топ Затесался Ничего себе Так Ой, что-то угол О, хуй У Антона угол Вкутришный Стоял Антон Переиграл Вкутрия Хороший Собственно Хороший Оп Я не знаю Как он может быть Плохим Но ладно Ну, что-то Возможно Я, возможно Я не знаю Я предположу Что эффект ЦПМ Поиграл Последний Там часик Типа Перед тем Как отправить Перед тем Перед финалом Паркапа Он отправил ЦПМ А все самое время Гриндил Вкутрия Я такое могу поверить И Я не думаю Что у эффекта Настолько все сломано Типа Вдруг Что он в ЦПМ Ставит Вкутришные углы Или это Это даже не Вкутришный угол Это вообще Какой-то Неугол Не знаю В общем Забавно Но Да Скорее всего Антон Петрович Отправил ЦПМ Просто в последнюю очередь Потому что Сфокусировался На ВКУ-3 Да Ну да Топ-2 Все-таки Романы Конечно далеко Но Нам всем до Романы Далеко Так Пузефера Мы зря включили Пузефера попозже Космонавт О МКС Прикол Вот Люди послушали А где лоток Нету лотка тут Что там еще было Я уж не помню Так 16.6 Космонавт Добрый день Вечер Так Углы Не очень Красивые Особенно при Когда ты начинаешь Плазмить То есть Ты у тебя Вот У тебя видишь Видишь какой Тебе надо короче Переработать немного Свой подход Потому что А такая проблема Причем у многих Встречается Когда ты Начинаешь Плазмить Самое главное Выставить Правильный угол В начале Климба Как бы Клайма В начале Плазмы Если ты выставляешь Типа здесь хейст Как бы ладно Это все прощается Но если у тебя нету хейста И ты меняешь Например Ты начал 65 И через плазминок 10 Ты там поменял На 70 То ты Будешь Гораздо Гораздо Ниже Твоя высота Максимальная На которую Ты заберешься Будет Гораздо Ниже Поэтому Самое главное Не торопиться И выставлять Изначально Правильный угол Потому что Это так же Это на хейсте Еще лучше Влияет На время Чем Чем лучше У тебя Угол В начале Твоего Плазмления Тем лучше У тебя В среднем Как бы Скорости Если ты вверх В сторону И так далее Как бы Это все Это как бы Вроде мелочь Но это Очень влияет На самом деле Очень влияет И чем раньше Вы начнете За этим всем Следить И Вот как Кузлех Вот он Не торопится И мы помним Демку на Экстре Что там HGB Пламза 2 Кузлех Там По-моему Кузлех Он тихонечко Выставлял Каждый угол И вот здесь Например Он показывает Что он может Спокойно Ставить Эти же углы Без задержек В общем Вот это Это прям Жестко видно Именно в демке Космонавта Вот этот косяк Это нужно Пытаться Искоренять Я не знаю Поиграть Много-много Прям Каких-нибудь Плазмокарт Я не знаю Пойти на Трикхаус бета Еще куда-нибудь Поиграть там Плазмарумы И прям Последить За собой Заставлять Себя Сначала Поставить Угол А потом Уже Плазмить Начинать Потому что Так Эффективнее И правильнее Так Пузефер Третье место Поздравляем 15.8 Поле чудес В стране Этих Кузеферов Хороший угол Вот я Космонавт Не убегай далеко Я тебе сейчас покажу Интересное решение Видимо Доблджам получался То есть У тебя Давайте Давайте Вот этому Не Давайте Разберем Этот момент Здесь Ладно Вот здесь Например Вот Пуз Он мог бы Здесь Например Начали плазмить Да Ну то есть Мы не Он Начал 69 угол У него Начал Плазмить Нормально Никто не говорит Что надо Точно 70 Там 71 69 Нормально Вот он Плазмит 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 Потом он Конечно Выровнялся И вот здесь Вот рампа У тебя Космонавт Был там 50 с чем-то Угол 55 по-моему Он почти Сразу Уже на Третьей Плазминке Понятно Что здесь Это может быть Мало решает Но это Правильные Рефлексы Это правильные Рефлексы Которые в дальнейшем Если тут Будет Был бы подъем Там На километр Еще выше То есть Надо просто Вверх Плазмить То ты был бы Просто медленнее По сравнению С другими Только потому Что у тебя Угол был кривой Изначально А тут на третью Уже даже Можно сказать Между второй И третьей Плазминкой Уже 70 И тут Не важно Что ты выпускаешь 5 плазминок Всего Или еще Сколько Это Правильные Рефлексы Вот это Правильное Поведение Спасибо Пуз Очень хорошая Демка Так Третье место Поздравляем Пузо Варпак Второе место Велкомбэк Варпак Хорошие углы Тоже Правильные Рефлексы Абсолютно Ну Люди Опытные Тут Понятно Уже Возможно У космонавта Просто Недостаточно Опыта Но Надо себе Не уставать Повторять Что не надо Торопиться Дефрак Это не про Скорость Это про Правильность Выполнения А скорость Она уже Нарастится Сама собой Как бы Главное Технически Все правильно Исполнять Потому что Игра Содержит В себе Очень много Мелких Мельчайших Деталей Которые Нужно Учитывать Знать И делать Правильно Так Ну и тот же У нас Между прочим Только топ 3 В 15 секундах Такое бывает 15 и 3 Тот же Хорошие углы 1200 В телепорт Можно было бы Побыстрее залететь Тоже делал Такой Фреймманджамп Чтобы не сделать Даблджамп Раньше Видимо Отлично Отлично Ну я бы Еще раз Я не знаю Я бы Дал конечно Импрессив Но тут Особо Не за что Тут просто Хорошее Исполнение Да давайте Не могу Давайте Еще раз Посмотрим У Романа Демка Просто огонь Изи Изи Я не знаю Роман Если ты вдруг Смотришь Напиши Из какого Не знаю Сколько ты ее играл Может тебе Может ты Вообще Изи ее взял Или ты там Играл ее Или ты ее Прям гриндел Ну вот этот момент Именно вот эту комнату В общем ладно Пойдемте В В В В В Брозер Надо поменять Стингер Так Значит 11 демок ВК3 18 ЦП Все красиво Поздравляем Романа Эффекта И Пашку Поздравляем Торжу Варпука Пузифера Слава Пузу Поздравляем И следующий Варкап у нас Который Закончится Через 4 дня Нип Стрейф 3 Есть там Перчатка Очень Изабельное Оружие И Перчатка И гантлет И машинган И машина Вот таких 4 оружия У нас Ну и Хэппи Гришка Вот он Играет Дифрак Играет Так Мы это Обязательно Отслеживаем На Хэппи Гришку Все заходим Играет он Значит Рокет Лигу Коэк 3 И Верминтайд 2 Неплохо Видео Так А еще Смотрит 10 часов Играет В Каче Здоровье Погибшим Или это Не Каче Или там Было Каче Разделай Не знаю В общем Гаечка Это очень Да Очень Симпатичное Создание Играл В Суберпунк 12 часов Жесть Лучше бы В Дифрак Играл 12 часов Сразу бы Всех перебил В общем Да Ладно Будем Послеживать Увижу Обязательно Хастану Если сам Не буду стримить Если что Гришка Это самое Ну все Ребят Все Всем спасибо Всем удачи Еще раз Напоминаю Что завел Свою телегу Подписывайтесь Туда Если все еще Не подписались Обязательно Все там Анонсы Всякие новости Там Ко мне Носф приезжал Эту афоточку Одну скинул Потому что мы Больше не фоткались Только одна фотка Была Но если что На стриме Можно будет все Обсудить Ладно Всем удачи Всем спасибо И всем пока